Ну что, друзья, всем большой-большой привет! Сегодня у нас добрый день, потому что мы с Сашей дома! Мы наконец-таки дома! Мы были в больнице, как вы поняли уже. Там я ничего вообще не снимала. Конечно, ужасное состояние и больницы, и в принципе там снимать очень сложно. Людей очень много, больницы переполнены. Люди аж в коридорах лежат, некоторые лечатся. Три человека у нас было в коридоре, вот когда я выписывалась. В общем, сложно там снимать было что-либо, но сегодня расскажу, что было. Но самое главное, что нас наконец-таки выпишут. Мамка без голоса, и мамка это я. Я себя мамкой называю периодически, да, при Сашке скажу. Мамка твоя, мамка твоя, чтобы он учился, потом мама говорит. В общем, у меня сел голос. Мне кажется, что у меня он не от стресса сел, хотя может быть и от стресса, не знаю. Но мне кажется, я что-то там подцепила, в этой инфекционной больнице. Потому что у меня сел голос, у меня болела голова. Я так подразумеваю, что у меня самой была температура. Вот. Ну, посмотрим. Буду лечиться сама. Вот. Ну, влоги буду снимать. Говорить мне не сложно, горло у меня не болит. Просто вот я не могу громко говорить. Если будут дети тут в кадре бегать, то меня просто слышно не будет. Я говорю довольно тихо. Санечка чувствует себя нормально. Только у нас текут слюни вовсю. Очень сильно, да? Очень сильно у нас слюнки текут. Но зубам нам еще рано вообще-то лезть. Да, Саш, рано еще зубиком лезть. Рано. Ну, что ты же йод, слигивай и джуй йод. Сашка, мне кажется, очень сильно в больнице вырос. Именно в росте. Он прям какой-то длиннюющий стал у нас. Да ты мой сладенький. Все по тебе соскучились. Так, по поводу Сашки. Выходит, 11-го числа он начал чуть-чуть подкашливать. И мы ходили со старшими в поликлинику, потому что они тогда уже кашляли. И кашляли довольно давно. У них просто это не проходило. И мы периодически в поликлинику приходили. Вот. И выходит, сам Саш начал кашлять 11-го числа. После этого... О, не, носик, носик чешет. Так, меня там отвлекли. Я сейчас уже монтирую видео и решила договорить, а то смысл потерян. В общем, Саша начал кашлять 11-го числа. Он кашлял чуть-чуть, немного, но каждый день приходили педиатры, его слушали, смотрели. В итоге мы делали ингаляции и промывали нос. Больше ничего не делали. В ночь со среды на четверг, это с 16-го на 17-е число, ночью Саша очень сильно кашлял. Мы выходим... Вот в последнем влоге я говорила, что делали рентген детям. У Миши и Никите. У них рентген легких у обоих. Отлично, все хорошо. Но у Миши было затемнение на носу. И у нас была назначена в четверг, 17-го числа, к Лору запись. Вот, мы пошли с Мишей к Лору. Лор посмотрел снимок, назначил ему 18-го сдать кровь из вены для полной картины. И назначил Синопрет, ну, в общем, для носа лекарства. У него просто нос был заложен. Вот. И я зашла к педиатру в этот день, 17-го числа, к нашей, прям там. Чтобы она не приходила к нам, зашла прям там. И сама пожаловалась, говорю, у нас Саша всю ночь сильно кашлял. Периодически он просыпался и кашлял, говорю, мне не нравится его кашля, он сухой. Он не такой, как был, он до этого просто хе-хе делал. А вот эту ночь, 16-го на 17-го число, прям сильно кашлял. И в этот момент он в кабинете у нее покашлял. Она посмотрела кашля, так как говорит, давайте я вам выпишу госпитализацию. Я говорю, да, я для этого сюда и пришла, потому что я переживаю, что если он опять так же ночью будет кашлять, ну, нехорошо он кашляет, как-то, ну, страшно, он прямо, знаете, давится. Вот, она говорит, давайте я вам напишу на госпитализацию, вы пойдете домой, соберете вещи и отправитесь в больницу. Я говорю, да, давайте. И 17-го числа мы пришли домой, я там хотела снять какую-то хризантемию, Сергей откапывает, но ничего не стала снимать. В итоге просто собрала вещи и отправилась с Сашей в больницу. 18-го числа мы сдали мазок и потом неделю ждали, через неделю подтвердили, что действительно у Саши был коклюш. Вот так. Ну, скорее всего, он его подцепил от старших детей, но когда старшие болели, мы не знали, что это коклюш. Вот так получается, представляете? Выходит, у старших детей именно кашель был у Миши сильный такой давящий в июле, после Волги. А у Никиты начался тогда же небольшой кашель, но вот сильный он стал в августе, вот примерно до Саши, в начале августа. Но что Никита, что Миша, они перенесли нормально, то есть я не скажу, я вот в больнице полежала, я посмотрела, как там кашляют дети. Они кашляют просто ужасно, они не могут остановиться, ну там картина не из приятных. Мои дети так не болели сильно. В общем, я считаю, что мы перенесли очень легко вообще всю эту болезнь. Нет ни осложнений, никаких, слава богу, потому что болезнь действительно серьезная, и бывает на детях очень, особенно вот на таких маленьких, как Саша, бывают последствия. От остановки дыхания иногда бывают последствия, что какие-то в мозгу нервные связи лопаются, что дети теряют навыки, вот там ходить научился, или там сидеть, переворачиваться, что бывают вот такие малыши, могут даже навыки такие потерять, и заново приходится этому всему учиться. У нас особо-то навыков не было, но благо у нас и остановки дыхания не было. Не было, вот я наслушалась тоже историей, что некоторые прям вызывают рвоту, чтобы дети задышали, что ужасная, конечно, картина. Нет, у нас такого не было. Твое-то, фу, мы хорошо перенесли все. У нас сегодня вкуснющая домашняя пицца. Вот такая красота. А то они мне все фоточки в больницу присылали со своими ролами, с пиццей, а я слюнёй захлёбывалась. Ага, теперь у меня будет пицца на ужин. Пицца. Мишу, любишь пиццу с беконом? Да. Да? Смешка, я так соскучилась, ты мой хорошенький. Я тоже по тебе. А у Сашки слюнки только что-то... Да, у Сашки слюни начали. Какая Никит пицца? Слишком необычная. Он говорит, слишком вкусная, я сначала сказал, а у тебя их слишком необычная. Это пицца слишком необычная. Она слишком вкусная. Никита сказал, что пицца называется тройные оливки. Нет. У меня тройные оливки. Да, он так сказал, потому что у него оливок в 3 раза больше. 4 раза больше. Не хочу в садик. Не хочешь в садик? Ты же хотел в садик. Нет. Не пьеду. Я вот сильно хочу. В школу. Кто там такой? Кто там такой? Степка сливается. Он там нам что-то сказал. И только что. Всем доброе утречко. Как вы поняли, я вчера больше ничего не снимала. Просто решила дома насладиться общением. Ой, Сашка, довольный такой. А почему Сашка довольный? Ну-ка, Никит, еще раз покажи, что ты там дели. Эй, смеется. Кто смеется? Санька смеется. Потому что этот Никитка его веселит. В общем, дома, конечно, хорошо. Что сказать? Дома это совсем другое дело. Это не больница, где постоянно кто-то кашляет, задыхается, чихает, блюет там или еще что-то. Это, конечно, совсем по-другому будет идти выздоровление. Сашка, естественно, еще немного кашляет. Говорят, кашель после коклюша сохраняется минимум 100 дней. Поэтому кашлять мы будем долго. Но он кашляет так, знаете, чуть-чуть. Он не задыхается, нет. Он покашляет и перестает. Поэтому чувствуем мы себя хорошо. У меня нос все еще заложен. Голоса, как вы понимаете, до сих пор нормального нет. Но это меня не расстраивает. Мы пойдем на поправку вместе. Санька. Мои хорошенькие. Сегодня к Саше обязательно зайдет педиатр. Ой, какое солнышко у нас сегодня яркое. Да, Саш, на улице? Яркое, яркое солнышко. Не нравится, мамка, закрой обратно. В общем, к нам сегодня обязательно зайдет доктор. Потому что в выписке у нас написано, что дальше наблюдение у педиатра. Она нам скажет, что нам дальше делать. Сколько нам тут сидеть на карантине надо или не надо. Но вообще я при выписке и у дежурного доктора в воскресенье, и вчера в понедельник у нашего лечащего инфекциониста спрашивала. Потому что мне очень было интересно по поводу старших детей. Я несколько раз спросила, нужно ли сидеть на карантине. Нужно ли им как-то делать тесты тоже старшим детям. Она сказала, что карантин держится 14 дней с момента начала болезни. Если кто-то контактный, то тоже 14 дней. А выходит, если они начали болеть аж в июле, и мы не знали тогда, что это коклюш, вот эти вот все 14 дней, которые нужно было сидеть на карантине, мы не сидели на карантине. А теперь нет смысла сидеть, потому что эти 14 дней уже давно закончились. Как-то непонятно, видите, как получается. Ставят ОРВИ, на карантине мы не сидим, ходим по городу гуляем, а потом вот так вот все полгорода и болеют. Но это ненормально, естественно. Это так не должно быть. То есть сейчас мы уже не заразные выходят, потому что уже Никита с Мишей переболели. Но опять же, у них анализы не брали. Выходит, что они болели ОРВИ по документам. То есть сейчас у Саши коклюш, и по документам они как контактные должны из-за Саши сидеть на карантине. Хотя они уже переболели. Но об этом же никто не знал, поэтому получается, что они должны пропустить свой 1 сентября, что ли? Непонятно. Вот вообще вот этот момент меня очень смутил. То есть мы переболели, об этом никто не знает, но на карантине мы должны сидеть, потому что никто не знает, что мы переболели коклюшем. Так что? Ну опять же, да, я вот говорила, что переболели, но никто же анализа не брал. Значит, выходит, что не переболели. Ну, коклюшный кашель я теперь могу отличить от любого. Вот 100% могу отличить. Он очень выделяется, он не похож на обычный кашель. Он такой сухой, он приступообразный. Вот у Никиты точно такой был. И у Миши такой же был еще в июле. Вот до дня рождения Степы. Я все грешила на Волгу, что они перекупались на Волге, потому что начался этот кашель сразу после купания в Волге у них. И потом с знакомой там встречались, у них тоже такой кашель после Волги начался. И вот сейчас лежала, когда в палате с Сашей, там тоже малыш такой лежал, 7 месяцев. И у них брат старший, 12 лет, поехал в лагерь, опять же перекупались. Тоже думали, перекупались. И что там заболели вот по этому поводу. Короче, после Волги все начинают болеть. Оказывается, коклюш. Вот что делать сейчас со старшими, я без понятия. То есть, как бы, если мы пойдем на 1 сентября, мы выходим нарушим правилах, потому что у Саши анализ от 20, не помню, 26, что ли, числа. То есть, 14 дней как бы не прошло. Но заболел Саша намного раньше. То есть, 14 дней давно прошло. А они переболели еще раньше. Там вообще уже месяц, да, прошел. Ну, непонятно, что вот с этим делать. С этим карантином. Вот. Вроде как бы мы все уже переболели, да, не заразные. Опять же, у меня вот знакомая там лежала. 21 больница вместе с нами, только в другом корпусе. У нее дочка дома заболела. Кашель очень сильный. Да, рвоты ночью. Прямо она говорит, мы спали на полотенцах неделю, потому что дочка рвало сильно. Вот. Они делали дома тест, он был положительный. Поехали в больницу. В больнице сделали тест, он уже отрицательный. Несмотря на то, что кашель у нее до сих пор продолжался. Ну, то есть, вот этих бактерий уже нет, которые заразны. Просто остаточный вот такой вот кашель. Долго держатся. Они тоже там пролечились вместе с нами, тоже вчера выписались. Но смысл в том, что дети уже не заразны. И что делать? Как это доказать? Вот я сегодня придет к педиатру, я хочу спросить, может быть, нам можно, ну, хоть платно, хоть где-то сделать тест на коклюш. Показать, что мы не заразны. Ну, вот документы, что были. И нормально пойти на пир сентябра. Ну, не может же Миша пропустить свой первый класс в первый раз. Тем более, он там читает стих. Из первого класса выбрали четыре ученика. И Миша, один из них, он там на линейке читает стих. И для него это так важно. Он его выучил хорошо. Он готовился. Он ждет этот праздник. И что, он пропустит свой первый сентябрь? Ну, это вообще ненормально. Тем более, одно дело, если бы он действительно, да, сейчас кашлял, болел. Миша вообще сейчас не кашляет. Ну, вот у него остаточный кашель сохранился, но он вот так делает раз в сутки, наверное. То есть, это действительно какой-то там далекий остаточный кашель. Вот. И, ну, непонятно, что вот нам делать теперь. Короче, наснимала я вам долго болтовню. Ну, такие вот дела. Выходит, Миша у нас самый первый заболел. И вот в середине июля аж. В середине июля, блин. А мы не знали, что это коклюш. Вообще. Но у Миши был такой сильный кашель, что я сразу сказала, вы понимаете, он так из себя этот кашель выдавливает на приеме педиатра. У него, мне кажется, глаза повылетают. И нам сразу же назначили антибиотики. То есть, Миша еще в июле пропил антибиотики. Ну, вот. Никита в августе пропил. Степка самый последний пропил. Степка, господи, Сашка. А Степка у нас не болел. Вот Степа как раз можно считать контактным. И он должен сидеть дома. Потому что он не болел еще. Когда у него болезнь проявится, непонятно. Может, вообще не проявится, да? Вот. Один Степка у нас выходит пропустил. Степа кашлял, но не коклюшным кашлям. 100% это кашель полобычный. Он чуть-чуть подкашливал. Это не такой кашель. Это точно другой, ну, какой-то. Коклюшный кашель, он необычный. Он прям вот выдавливает из себя дети кашель. И еще хотела, сейчас уже выключила камеру, хотела добавить по поводу заразности. Понятно, да? Люди вокруг же, если сказать, что мы коклюшем переболели, они же тоже переживают. Не дай бог их дети заразятся. И, ну, логично, люди слышат название самой болезни коклюш. И это что-то страшное такое, знаете, типа, как коронавирус, корь, там. Ну, потому что болезнь такая довольно серьезная. Вот. Ну, для малышей особенно вот таких. И люди боятся заразиться. А вчера я хотела, еще в больнице была, хотела, чтобы Сергей съездил с Навито, купил рубашку Мишки. Вы там красивую рубашечку увидела. Думаю, на замену ему будет с коротким рукавом. Просто у нас одна белая с коротким рукавом. Это какая-то такая нарядная. И написала, говорю, можно к вам через час заехать? А меня узнали. Я не знаю, то ли это из многодетного Волгограда, то ли это, может быть, зритель какой-то, подписчик. Дю, мой хороший. Дю, чуть-чуть покашляет. Так, в общем, выходит, человек меня узнал, представляете? И написала, Анастасия, я видела, что вы коклюшем переболели. Нам этого совсем не нужно. Ну, то есть люди боятся заразиться даже через отдачу вещей. Хотя коклюш, естественно, через вещи не передается. Он передается воздушным капельным путем при тесном контакте, когда обмениваются вот именно чиханием, свиньями, вот этим вот. Но люди боятся, я понимаю, значит, называется, почувствуй себя прокаженным, блин. В общем, я хорошо понимаю этих людей, которые боятся заразиться. Но уже людям ты не объяснишь, что вещи, которые, даже если на них почихали и отдали, они не заразны. А тут я хотела забрать вообще. Естественно, я бы не детей посылала забирать. Вот, то есть Сергея бы послал, он бы забрал эту вещь. Забрал. Не отдал что-то свое, а забрал. Но люди даже в такой ситуации боятся заразиться. И сейчас вот если сказать, да, там, мы коклюшем переболели, естественно, там никто ни в гости не позовет, ни мы никого в гости не позовем, потому что просто у людей страх заболеть. Вот. Ну, это логично. Каждый заботится о своем здоровье, каждый боится. И при выписке нам инфекционист сказал, что кашель после коклюша может сохраняться до полугода. И это нормально, да, действительно вот такой страшный кашель. В других странах эта болезнь вообще называется 100-дневный кашель. Просто такое название болезни. Потому что действительно очень долго люди кашляют после этой болезни. Даже когда уже выздоровели, уже этой бактерии нет при мазке. Мы сейчас пьем от кашля синекот. И все. В общем, у нас вот осталось синекот, сейчас скажу, 10 капель 4 раза в сутки. И при биотике, после антибиотиков можно давать 2 недели. По желанию, если там что-то беспокоит, если животик, например, болит, то можно еще 2 недели давать при биотике. То есть лечения у нас больше никакого нет. Сам коклюш убивается антибиотиком. Но при том он убивается в самой начальной стадии. А так, когда уже начали болеть, уже активно кашляют, говорят, это бесполезно. Но тем не менее, всем все равно назначают антибиотики. Наши дети сразу же все пропили антибиотики, потому что, ну, по кашлю сразу видно. Даже если не знаешь, что это коклюш, кашля такой сильный, что сразу видно, что нужно антибиотики давать. Поэтому в раз сразу назначала всем, вот и Миша, и Никите антибиотики. Вот у меня просто пыльки, мы сюда смотрим. Вот у нас написано, соскоб 18-го числа взят. И вот соскоб отрицательный, сальмонелло отрицательный, ПЦР положительный от 21-го. Хотя нам его брали, опять же, 18-го. На 21-го он только был анализирован. И выходит, от 21-го у нас ПЦР положительный у Сашки был. В общем, непонятно, как жить. По бумажкам жить или по факту болезни? Как так? Нет. О, Саш, я смотрю, у тебя гемоглобин хороший. Мы уже вот сколько, полмесяца даем мальтофел. Гемоглобин повысился 126. Отлично, Саш. Отличненько. Тем более одесс. Вот видите, только он стал немножко капризулька. Вот он все время... Надо с ним ходить, гулять, развлекать. Не развлекать этого человека. Ну и Халюсик. Да. В общем, мы сегодня ждем педиатра. И уточняем вот эту вот всю информацию по поводу старших детей. Можно ли им будет пойти 1 сентября в школу? Вы знаете, как Никита у нас хочет в школу. И вы знаете, что у Миши, да, первый раз в первый класс пропустить это событие. Даже свадьба бывает у людей несколько раз в жизни. Но первый раз в первый класс, это всего лишь один раз бывает. Такой праздник. И если Миша его пропустит, это будет просто трагедия для Миши, для самого. Для меня, естественно, будет, ну, очень обидно. Я и так его в выпускной пропустила. Вот тут, если еще первый раз в первый класс мы пропустим, это будет... Я очень расстроюсь, естественно. В общем, мы будем смотреть, как это... Я говорю, еще раз повторюсь, что инфекционист нам сказала, что 14 дней с начала болезни есть этот вирус. Потом уже сколько ни делать теста, он будет отрицательный. Вот. Можно, в принципе, вот у меня в голове есть такая идея, что нам надо сдать тест. Та 1 сентября он будет готов, будет отрицательный. Это как доказательство, что сейчас мы не заразны. Если нет бактерий в горле, значит, все, человек не заразен. Степка там в песочнице играет, вышел уже во все, играет. Сергей поехал там за нужными ему вещами для стройки на большой машине поехал. Миша с собой взял. И дедушка к нам уже пришел. Дедушка там будет Сергея сейчас помогать. Они там что-то месяц заливают, что ли, цемент. Степка тут. А Никита вверху лек собирает. А Санечка в своем троне сидит. Да? Начал сидеть. Вот он сейчас хорошо, он по размеру начал немножко сидеть. Пеленку все равно всегда подкладываю, потому что у него сейчас и слюни, и рекой начали литься. Да? Надо слюнявтик тебе уже весать. Слюни вообще, пузырями. Я его в больнице начала называть пузырь, потому что он стал очень много кушать. Я спросила, кстати, он фикционист, это нормально, что он ест как не в себя, очень много ел. Она говорит, они ему кололи гормон, доксметазон. И иногда именно на этот гормон повышается аппетит. Да, повышается аппетит. Он говорит, поэтому он так много кушает у вас. Да, холесенький, холесенький телеведчик. Сейчас снимаю, смотрю на корни цветов. Мне кто-то написал в комментариях, у вас у цветка корни торчат, пересадите. Горшки малые. Ой, я так возмеялась. Люди эти растения, адениумы, как раз из-за корней сажают, из-за красивых. Они так и должны торчать. Говорит, корни торчат, пересадите, засыпьте. В общем, адениумы тут растут. Вот уже какие, видите, новые ветки. Примерно вот настолько выросло за апреля. Сколько там? За 4 месяца. Санечка, мы потеряли пульт от этих качелей, не можем найти. Можно и тут нажимать, конечно, но удобнее было все-таки с пульта. Тима, холесенький. Да, сладенький мальчик. Ага. Пошли, покажем зрителям, что мы там к школе подготовили детям. Пойдем? Пойдем, мы с хорошей. Так, пока меня не было, пока мы с Сашей были в больнице, Сергей тут получил очень классную посылочку. Здесь самые необходимые материалы для творческих уроков в школе. И для творческих уроков в детском саду. Так, у нас сегодня тут очень яркое солнце, поэтому я решила вам не на столе показывать. Это очень большая контрастность, ничего не понятно. Покажу вам так. Села сейчас на стульчик. Естественно, для занятий дома все эти тоже материалы подойдут для развития детишек. Они любят у меня и лепить, и рисовать. Ну, вы прекрасно об этом знаете. Они вообще у меня такие, знаете, под настроение очень творческие бывают. Иногда не заставишь, а иногда не оттянешь даже за уши. Вот. Тут я заказала для школы вот такая вот серия есть. Школа-сад у бренда Лео. Для школы заказала набор цветной бумаги, набор цветного картона и набор картона белого. У Миши и у Никиты есть список, что им нужно, необходимо для школы. Вот в этом списке были эти материалы. Заказала все в тройном количестве, потому что степи в детский сад, естественно, тоже такие материалы нужны. Набор бумаги идет двухсторонний. Двухсторонний идеально для маленьких детишек. Для старших, таких как Никита, уже не обязательно двухстороннюю бумагу, потому что они понимают, в какой стороной клеить. Вот. А в детский сад просят именно двухстороннюю бумагу, чтобы детям было удобно вырезать с любой стороны. А не было такого, знаете, что они по трафарету вырезали, наклеили, а там серое. Вот. Потом заказала три детских альбома. Альбомы разные по количеству листов. Вот такие вот забавные, интересные. Тоже для школы отлично подойдут. Один стаканчик непроливайка. Вообще у Никиты в классе много очень стаканов. У Миши тоже много стаканов непроливайка. Им даже с собой говорят не брать их. Они там вот в классе хранятся. Этот стаканчик для Степы. Это гуашь для Миши в школу. У Никиты есть гуашь для школы. Кстати, тоже у Никиты бренд Лео. У Лео есть серия Ярко. Она такая с животными, с различным ямом. Я вам её уже показывала как-то примерно месяц назад во влогах. Там действительно все краски очень яркие. Такие насыщенные. Что гуашь, что пластилин, что просто краски. Они прям яркие-яркие. Эта серия называется Учись. Вот из серии Учись тоже есть, например, обложки. Для учебников есть обложки для тетради. Я тоже вот для учебников много обложек заказала. Для тетради заказала. У нас есть обложки для тетради, но на запас заказала еще побольше. Вот. Карандашики. Обычные, простые, хорошие карандашики. К ним же заказала. Стирательные резиночки. Вот с таким вот львенком. Ой, уж простите за контрастность. Солнце светит. Ну, очень стильные у нас сегодня. Две линейки заказала детям в школы. Но вообще у них тоже есть линейки. Это на запас, если вдруг потеряют. Маленькие линейки. И учителя попросили именно маленькие линейки. Вообще говорили, даже лучше 15 сантиметров. Но я 15 сантиметров не нашла. Вот 20 сантиметров. Ну, вроде тоже небольшие. Три акварельные красочки заказала. Вот такие вот. Это как раз серия Яшка идет. Она мне очень понравилась. Стёпа у нас рисовал с удовольствием такими красками. И там действительно на бумаге цвет абсолютно не отличается от цвета, который в упаковке. То есть он не становится бледнее, когда его разводишь водой. И вот в этой серии Яшка у бренда Лео там на каждой упаковке идет изображение какого-то животного. Вот тут на акварели рыбки нарисованы. На пластилине там попугай. Ну, в общем, на каждой упаковке что-то из окружающего мира таким образом еще и познавательный интерес развивается. Заказала всего лишь одну упаковку с кисточками. У нас кисточек много. Это вот Стёпи в детский садик. Если они там потеряют, дети иногда их ломают. В общем, Стёпи заказала, а у детей и старших очень много различных кисточек, и они не стали заказывать. Заказала две упаковки карандашей. И эти обе упаковки это Стёпи в детский сад. У детей старших в школу не требуют особо карандашей, они им практически не пользуются. Вот такие вот веселые, интересные карандашики. Эта серия идёт Лео и Грай. Карандаши эти цветные, они трёхгранные. Они для детишек, которые иногда неправильно держат карандаш. Для них трёхгранные карандаши самые оптимальные. Очень удобно держать в руке. Сразу пальцы становятся в то место, куда нужно. Нам, кстати, учительница для Миши в первый класс сказала купить ручки вот с такими резиночками, где три грани. Либо дополнительно есть такие, знаете, дельфинчики, которые тоже надеваются на карандаш. У нас есть они, надо найти. Я как-то целую упаковочку покупала, чтобы дети правильно сразу держали ручку тоже. Дальше я у Лео заказала очень много различных тетрадок. И знаете, что вот эти тетрадки когда увидела, я поняла, что я ошиблась с дизайном тетради внутри. И видите, какие линии прямые, которые не косые, а прямые. Такой дизайн не очень подходит для первого класса. Да и в принципе для Никитиного класса не очень подходит, потому что тут две широкие, одна узкая. Две широкие, одна узкая. Я сама ошиблась. Я что-то не рассчитала, как-то заказала, увидела косую такую линию и кинула в корзину. Не знаю, подойдут или не подойдут. Но я спрошу учителя, если не подойдут, то будут использовать их в качестве черновиков или на какое-нибудь там литературное чтение, на музыку, например. Там тоже тетрадки им нужны. Вот туда будут использовать. А для русского языка не знаю, подойдет или не подойдет. Ну и стопочку тетрадей, вот таких вот, обычных, в клеточку заказала для Никиты. У них в начальной школе интересный способ определения тетради по русскому языку, по математике, по чтению, чтобы они отличались. Им дополнительно дают цветную обложку. То есть вот эта вот обложка, она будет вообще не видна. В принципе, не важно, что на обложке нарисовано. Они, конечно, классные, интересные. Но абсолютно не важно, потому что сверху будет, например, зеленая обложка, красная обложка, там, желтая обложка. Это для того, чтобы дети сразу доставали из рюкзака ту тетрадку, которым нужно, чтобы они путались. Они просто обложку вытаскивают, когда тетрадка заканчивается, и на новую тетрадку надевают. Очень удобно. С первого класса у них такая система. И, я думаю, в четвертом классе у Никиты тоже так же будет продолжаться. Так, и тут у меня еще три упаковочки пластилина. Для Никиты вот такая вот большая упаковка. Это серия Лео Играй. Пластилин здесь идет вот такой вот обычный, классический. Для Стёпы заказала вот такую упаковку. Это восковый пластилин. Для детей помладше восковый пластилин оптимален. Он более мягкий, от него не пачкаются руки. Вот именно Стёпе в группу всегда просят восковый пластилин. Честно, не знаю, восковый или восковой, как правильно произносится. Вы уж меня простите. Этот пластилин идет для самых маленьких ручек. И вот детские сады в основном просят именно такой пластилин для детишек. И Миша вот такой вот упаковочкой, чуть-чуть поменьше, чтобы ему полегче было носить в школу его. В принципе, 12 цветов хватает в школе за глаза на уроках технологии. Им хватает, даже остается. Можно и упаковки поменьше заказывать. Ну, хотелось Мишу побольше, но чтобы не тяжело было. Вот 12 цветов оптимальный вариант. Так, плюс еще я заказала здесь вот такой вот клей. Это клей-карандаш для Миши, для Никиты. Стёпе побольше. Он у нас очень любит клеить, вырезать все. И вот такой вот большой, детям маленьким удобнее держать. И на всякий случай заказала такой ПВА с кисточкой. Это очень удобно, но обычно говорят именно карандаш приносить. Ну и карандаши детям действительно удобнее. На всякий случай пусть лежит и такой ПВА. Вот, и плюс еще тут у меня две большие вот такие вот подставки, чтобы не пачкать стол для лепки, для рисования. Отлично подойдут. Одна вот такая вот с котами. Жизнь прекрасна, как ни крути, Лео. А вторая вот такая вот с большой ламой. Это Никита сказал мне, с ламой. Вот, сейчас покажу. Солнце уберу. Вот такая вот красивая большая подставка с ламой. Это Никите тут дома. В школу они их, естественно, не берут. Это вот, чтобы вот такой вот... Так, вот так покажу. Чтобы вот такое вот не случалось со столами, что мы уже допустили. И никак мы не ототрем. Надо просто это шлифовать и перекрашивать. Когда будет время, Сергей этим займется. Вот такие вот подставочки. Будут тут на столе лежать, будут на них лепить. Конечно, ссылочку на всю эту красоту от Лео я вам оставлю в описании к этому видео. Констовары действительно качественные. Мы с ними не первый год знакомы, поэтому могу смело рекомендовать. Выбирайте ту серию товаров Лео, которые вам больше нравятся. В каждой серии самые необходимые материалы для творчества представлены. Выходит, что для школы у нас практически все констовары уже закуплены. Ничего нового докупать не нужно. Плюс еще Миша на выпускной дарили папку с констоварами. Плюс Мише еще подарили папку первоклассника от многодетного Волгограда. Представляете, очень приятно. Так что у Миши констоваров целая куча уже для школы. Единственное, что нам осталось докупить, это тетрадки в линию, в мелкую-мелкую косую линию. И Никите нужно для школы купить дневник. И все, тогда мы уже будем полностью к школе готовы. А еще, нет, не полностью. Я сейчас Никиту попросила снять весь рисунок с его рюкзака. Я хочу рюкзак его перестирать. У него рюкзак реально классный. Он уже в четвертый класс идет с тем же рюкзаком, с которым ходил в первый класс. Он очень качественный оказался. Вообще, просто представляете, три года ребенок ходил в школу, как он его только не носил. У него все идеально. У него нет никаких там растяжек, затяжек, ничего. Единственное, что я хочу его просто постирать, как бы освежить. И я его стирала в прошлом году, вот перед школой. И Миша, Миша так понравился Никите на рюкзак, что Миша мы купили похожий. Очень рюкзак тоже с пикселями, чтобы можно было выкладывать свои картинки. Я вам рассказываю, у меня на фоне там идет стройка. Видите, там бетономешалка крутится, поэтому такой звук периодически. Смотрите, что дети тут делают. Чтобы вы понимали, да? Масштаб лего у нас дома. Слишком, слишком мало. Слишком мало, говорит Никита лего. Если убрать черные детали, то получится вот такая кучка всего. А тебе надо цветные? Да. В общем, у нас беда, понимаете? Опять мало лего, дети. Плюс они еще параллельно слушают у Никиты с телефона. Никита зашел на детское радио и слушает там... Как называется эта передача, Никит? Как называется передача, которую вы слушаете? Хрум или сказочный детектив. Называется передача на детском радио. Они нашли запись всех эфиров и теперь переслушивают те, которые еще не слышали раньше. Очень им нравится. Так, а у Никиты тут, вот смотрите, галерея растет. Пока меня тут не было. Никит, что новенького у тебя тут пока меня не было появилось? Целую кучу всего интересного. Вообще здорово, да? Иметь такую полочку, на которую можно поставить все интересненькое. И Никита параллельно с передачей еще смотрит там инструкцию по сборке. Никит, кого ты там собираешь? Покажи. Дети FM. Ой, какие классные. Карабас. Мастер, видите, он просто по рисунку, то есть это не инструкция, а просто по рисунку делает из лего классных персонажей вообще. Мне нужно лего. Очень здорово. Поэтому Никите всегда не хватает лего, потому что он ищет определенные детальки определенного цвета. Вот классные, оранжевые. Это лего, оранжевые, красные и серые. Здесь только черные, но вы это собрали. Классно. Мишуль, расскажи, какой ты стишок на 1 сентября рассказываешь. Нас полюбит, вы поверите, постараемся во всем. Все отличниками станем. Сколы мы не подведем. Да ты мой умничка. Вот такой вот коротенький цвет вырастишь, и Миша далее он будет рассказывать на 1 сентября. Не будет человека, а на самом деле там читают где-то 12. 12 человек читает? Это 4 из вашего класса. 4 человека из вашего класса. Наверное, из каждого класса по 4 человека выбрали. Еще я посмотрела погоду на 1 сентября, и вроде как бы будет утром прохладно. Я вообще думала, что нужную рубашку с коротким рукавом детям подготавливают. А судя по температуре воздуха, говорят, что там 18 градусов будет. Значит, у нас все-таки рубашки с длинным рукавом. У нас у Миши есть вообще костюм. Тройка такой хороший, прям с пиджаком. Но в костюме на солнце будет жарко. Поэтому я вот думаю, выбрать у нас тут много рубашек разных. Выбрать ему рубашку именно с длинным рукавом и сверху жилетку. Не пиджак, а жилетка, чтобы была. Так, у нас тут, видите, красиво. Я все уже постирала, погладила красиво. Вот брючки висят для Миши. Это новые. Это я не стирала, не гладила. Это просто новенькие брючки, которые мы купили. Он померил, он ему отлично. Этикетку просто оторвать. Не буду перестирывать перед тем, как надеть. Пусть будут такие. Вот такая вот жилеточка красивая у Миши. И вот я теперь думаю, что рубашку надо с длинным рукавом. Скорее всего, обычно классическая беленькая у нас тоже будет рубашечка. И рюкзак. Вот у него самое важное, что у него тут. Это вот такой вот рюкзак. Он на него нарисует из пикселей. Сделает какой-нибудь рисунок. Может, первый класс напишет или еще что-нибудь. Потом придумаем. Он сам выбирал себе такой рюкзак. Он очень хороший тоже. Мне этот рюкзак очень понравился. Я думала, если честно, мы его покупали вообще за 1200 рублей. Ну, то есть он стоил вообще недорого. Но при этом он очень хороший, качественный. Он яркий. Мишу нравится и красный цвет. И плюс тут сочетание с таким темно-синим глубоким. Спинка у него такая твердая, хорошая. Лямки плотные. Но в то же время очень мягкие. Носить будет удобно все это регулироваться. И карманов очень много. Тут просто не знаю сколько. Один карман, второй, третий, четвертый. Внутри еще карманы. И по бокам там еще вот тут вот карманы для бутылочек. И все это вот в таком дизайне, как лего, интересно. В общем, рюкзак классный. Ссылочку на него не оставлю, потому что они по ссылке закончились. У меня просто буквально два дня назад спрашивали, дайте ссылку. Я говорю, я не могу найти ссылку. Но потом нашла, и там просто они закончились. Не знаю, где найти. Пишите в поиске пиксельный рюкзак. И тогда, может быть, найдете. В общем, к школе мы готовы. Осталось дождаться сегодня педиатра. И решить вот эту вот проблему с бумажными документами. Как нам можно на первый класс официально идти или нельзя. Потому что по здоровью нам можно, а по бумажкам вроде как бы мы должны быть на карантине. Наверное. Не знаю. В общем, решим сейчас этот вопрос. Точно убедимся, потому что два инфекциониста сказали, что 14 дней с момента заражения. А 14 дней у нас прошли месяц назад. И как, мы же не скажем это устно. Но и с другой стороны никто не спрашивает, когда вы там, где кто болел. Нет такого. Только вот наш педиатр может сказать, что вот вам нельзя. В общем, будем решать. Естественно, я вас буду держать в курсе сегодня же и скажу, пойдем мы на первый сентябрь или не пойдем. Но я очень хочу, чтобы мы пошли на первый сентябрь. Я даже не представляю в голове, что мы можем пропустить первый сентябрь в первом классе. У нас поют, вы поверьте. Постараемся. Дальше что? В школу мы не подведем. В общем, Степа выучил вместе с Мишей этот стишок. Тоже ходит и рассказывает его. Степ, ты что делаешь? Ты будешь клеить? Степа рвет, чтобы клеить. Увидел клей новый. Говорит, я буду клеить. Ну, клей, клей. Ну, надо будет распечатывать и заново раскрашивать. Ты же порвал сам только что. Я его не буду клеить. Если его так склеивать, то это только скотчем. Так не получится клей. Не будет. Ху-ху-ху. Субтитры сделал DimaTorzok